Сотрудники станции скорой медицинской помощи всегда работают в усиленном режиме. Но праздники требуют повышенного внимания. Этот период, когда люди большую часть времени проводят дома. Из-за чрезмерных алкогольных возлияний возможны экстренные случаи. Но на этот раз обошлось. Западно-казахстанцы встретили новый 2021 год спокойно. На новогодние праздники у нас количество вызовов остается прежним. 790-800 вызовов. И также вот эти 31, 1, 2, 3 числа также количество вызовов отмечается, чем обычно будние дни, на несколько. На несколько десятков. А так обычно все работали нормально. Второго числа ДТП только по городу два. Таких отморожений, травм, увеличений не наблюдались. Отметим, что все вызовы на станции делятся на четыре вида срочности. Поэтому диспетчеры подробно расспрашивают о причинах обращения. Хочется жителям города Луганского попросить, чтобы они по всяким поводам скорую помощь, конечно, не вызывали. Если только беспокоят действительно по нашей срочности. Живот болит бывает, бывает и сердце болит, и бывают роды, беременные, дети. Конечно, тогда вызывать. А так хочется им сказать, чтобы они обращались в поликлинику в рабочее время. Ежедневно на линию по области выходит порядка 40 бригад в одну смену. В конце прошлого года на станцию прибыл новый автотранспорт казахстанского производства. Цена автомобилей – около 40 миллионов тенге. Мы приобрели 37 санитарных транспорта. И вот где-то буквально 31-го еще 20 реанимобилей мы приобрели. Сейчас на стадии передачи. Отметим, что в травмпункты медицинских учреждений города обратились около 60 уральцев. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42.